Добро, доброта. Какое необычное слово! Тысячелетия люди спорят о том, нужна она или нет, полезна или вредна, достойна почтения или смешна. Над этим вопросом задумывались и наши предки, прабабушки, прадедушки и мы с вами. И хотя мы живем в третьем тысячелетии, о добрее зле будут размышлять ваши дети, внуки и правнуки. Сосновская городская библиотека филиал номер один подготовила видео урок вежливости. Душа по капле собирает свет. Оглянитесь вокруг, присмотритесь, какими злыми и равнодушными порой бывают люди по отношению друг к другу. В древние времена наши предки, говоря слова благодарности, использовали только глагол «благодарить». Они произносили «благодарствую», «благодарю». Так было во времена, когда на нашей земле господствовало язычество. Когда же пришло христианство, слово «благодарю» заменили на «спасибо». Родилось оно в XVI веке из словосочетания «спаси Бог». Благодарный человек внимателен и открыт к людям. Он замечает любую услугу, сделанную для него. Он готов оплатить тоже монетой доброты и отзывчивости, которую получил от других. Все мы прекрасно осознаем значения хороших манер, их необходимость в повседневной жизни, но большую часть благодарностей мы выражаем, как бы невзначай, не задумываясь об их смысле. Однако слова «благодарности» обладают магическими свойствами. С их помощью люди дарят радость друг другу, выражают внимание, передают положительные эмоции. То, без чего наша жизнь стала бы скучной и мрачной. «Благодарность» может быть выражена взглядом, улыбкой и жестом, что называется «признательность без слов». Подарок, что так актуально в празднике, тоже порой служит достойным способом отблагодарить. Но чаще всего мы говорим это простое слово с таким великим значением «спасибо». Этикет – это французское слово. Оно означает свод правил поведения, обхождения, принятых в определенных кругах. Правила этикета были детально разработаны, требовали неукоснительного соблюдения. Их существовало, да и поныне существует бесконечное множество. В Древнем Китае насчитывали около 30 тысяч церемоний. Как постучаться в дом, как войти, как встать, сесть, взять чашку с чаем. Все было строго определено и расписано. Не один год уходил у детей, богатых китайцев, чтобы выучить эти правила. Уроки вежливости проводились и 300 лет назад. Был даже учебник «Гражданство обычаев детских». Он включал в себя 164 вопроса о правилах поведения. И 164 ответа школьники заучивали наизусть. Эта книга была написана языком торжественным и трудным. А учить приходилось наизусть. Долбить, как тогда говорили. Не выдолбишь – тебя розгами высекут. Да еще стихи заставят выучить о пользе этой процедуры. Но шло время. Проверенные опытом многих поколений, правила постепенно превращались в обычаи. Так, испокон веков, у всех народов обидеть старика, непочтительно обойтись с ним, значило покрыть себя позором. Ученые провели исследование феномена долгожительства в Абхазии. Выяснилось, что одной из главных причин того, что абхазцы, заживая до ста и более лет, является традиционная доброта. Тщательно разработанный этикет «Традиционные обычаи взаимопомощи в Абхазии» помогают жить без конфликта. Уважение к ребенку и почитание старших создает микроклимат долгожительства. До сих пор сохранился обычай, когда всадник, посречавший идущего старика, спрашивает, не может ли чем помочь. Молодой человек, увидевший старика или старушку, несущих ношу, берет груз и несет сам. Этикет не только свод определенных правил, как поздороваться, как вступить в разговор, как вести себя за столом, как делать подарки и тому подобное. Этикет – инструмент для создания стойких привычек поступать так, как требуется, уважительно, доброжелательно, с доверием к людям. Самое первое правило этикета, которое мы запоминаем с первых дней – приветствие и пожелание доброго утра, дня, вечера. У каждого из нас в течение одного только дня происходят десятки, а то и сотни встреч с другими людьми в школе, на улице, в библиотеке, в магазине, на выставке и на дискотеке. И в всякий раз настроение, самочувствие, работоспособность людей во многом зависят от того, приветливы ли они были, доброжелательны или грубы, нашли ли правильную линию поведения. Уважен хочешь быть – умей других уважать. Не забывайте эту мудрость. Воспитанность – хорошие манеры, прочно связанные с внутренней культурой человека. Часто внешний вид и сущность человека составляют единое целое. Человека оценивают, как он приятен, привлекателен своей сердечностью, тактичностью. В прежние времена люди придавали первому впечатлению еще большее значение, чем теперь. Судили даже по внешности. Еще Аристотелю казалось, что облик человека – своего рода книга, в которой можно прочитать о его характере. Он даже составил перечень зависимости, свойств характера от черт внешности. А Шекспир считал, что улыбкой можно добиться большего, чем мечом. Хотите завоевать друзей? Улыбайтесь. В жизни встречаются тысячи ситуаций, которые не может предусмотреть никакой самый полный свод правил поведения. И тогда единственно верное правило подскажет воспитанность. Она не допустит ни бесцеремонности, ни грубости. Она утвердит в человеке качества положительные – терпимость, ненавязчивость, простоту, деликатность, понимание. Американский просветитель XVIII века Бенджамин Франклин, будучи еще рабочим в типографии, составил для себя 13 принципов мелкой повседневной добродетели. В них входили сдержанность, молчаливость, порядок, решительность, деятельность, откровенность, справедливость, бережливость, умеренность, чистоплотность, спокойствие, целомудрие, скромность. Он устойчиво и упорно развивал, воспитывал эти качества, вводил в привычку эти принципы. Путем самообразования он стал одним из самых просвещенных людей своего времени, а путем самосовершенствования – гуманистом, человеком высоких принципов добра и справедливости. Сделав добро, человек сам становится лучше, чище, светлее. Если мы будем внимательны к любому человеку, с которым вступаем во взаимодействие, будь то случайный попутчик, бродяга или друг, это и будет проявление доброты. Такие люди встречаются повсюду. Они могут жить по соседству, либо прогуливаться в вашем дворе. То есть вам приходится встречаться с этим человеком очень часто. Вы наполните свою душу добром, и вокруг вас будет больше добра. И в этом основной смысл нашей жизни – работа над своей душой. Доброта – вещь удивительная. Она сближает людей, как ничто другое. Она тот язык, на котором всякий с вами захочет разговаривать. Доброта избавляет вас от одиночества, душевных ран и непрощенных обид. Мы больше приобретем, чем отдадим, если будем чаще вспоминать про то, что человек становится человеком только благодаря другому человеку. Народная мудрость гласит – жизнь дана на добрые дела. Спешите их делать. Стремитесь к этому всю свою жизнь. В этом мире огромном, в котором живем, я и ты. Не хватает тепла, не хватает людской доброты. Будем вместе учиться друг друга беречь и любить. Будем вместе учиться друг другу, как звезды светить. Весной зашумит вода, зимой запоют ветра. Давайте, друзья, всегда друг другу желать добра.